12.07 в Кирове. В Кирове продолжается программа «Дневной разворот» во прежнем студии Анна Лапшина. И Светлана Занько, здравствуйте. И мы представляем наших гостей, гостей второго часа. Ольга Шаклейна, организатор экологической премии «Отлично» и Ольга Нелюбина, волонтёр общественной организации по защите животных «Дари добро». Здравствуйте. Ольга, я так понимаю, и участник премии? Да. И победитель. То есть мы уже начинаем раскрывать тайну. Шорт-лист готов. Шорт-лист готов. Я просто предполагала, что мы как раз имена организации не назовём. Назовём. Раз есть шорт-лист, обязательно назовём. Поехали. Не первый год проводится экологическая премия «Отлично». Который год уже, Оля? Пятый. Юбилейный год. Пятый юбилейный год. Пару слов о том, как она зарождалась и на что она направлена. Зарождалась она очень давно. Я уже всем рассказываю, как я сидела, заполняла отчёты о некоммерческой деятельности в конце года. И я увидела те цифры, те факты, которые наши волонтёры сделали на благо Кировской области. И мне просто захотелось их от души поблагодарить. Потому что очень редко, когда действительно волонтёры благодарят, в основном благодарят руководителя, чиновников, ещё там каких-то. А вот те, которые делают, те, которые в полях, их как-то пропускают. Ну, там грамоту выпишут, ну и хорошо. И поэтому мне хотелось их как-то поощрить, чтобы они вышли, чтобы они тоже почувствовали эту значимость свою, что вот это они делают не просто так, а что вот это действительно нужно. И, может быть, в будущем они бы открыли свои общественные организации. Вот это вот тогда, на тот момент у меня были такие мысли. И, в принципе, получилось. То есть оправдались ожидания. Да, оправдались. И волонтёры открыли свои организации экологические. И даже пошли дальше. Открыли свой бизнес. Представитель сейчас тоже всё расскажет. Который жертвует на благо своей экологической деятельности. То есть это тоже такой момент, что не просто мы занимаемся, грубо говоря, фандрайзингом одним, а мы ещё сами зарабатываем деньги и тратим их на экологические дела. Социальное предпринимательство. Да. Осуществляете. Это вторая ступенька, о которой мы даже не думали, но она, тем не менее, появилась. Ну, тут логично вытекла из вашей деятельности. И это правильный путь. Мы об социальном предпринимательстве говорим тоже с недавних пор в этой студии. Примерно чуть больше года назад к нам приезжали гости. Больше, наверное, уже. Почти два года назад, извините, приезжали гости, которые говорили о социальном предпринимательстве. Наталья Поченок, в частности, об этом говорила с Ольгой Журавлевой. Наши коллеги приезжали, говорили об этом. Но пока на каких-то высоких уровнях о серьёзном развитии социального предпринимательства в городе речи не идёт. То есть система как бы особо не запускается, хотя правительство Российской Федерации об этом уже задумалось, заботилось и даже начинает включать программы, уже не международные, а чисто российские программы в этом плане. А у вас получилось естественным способом вырасти из общественной инициативы в социальных предпринимателей. Замечательный результат для пятилетней премии. По-моему, просто великолепный. Бетлана, есть ещё и наоборот. Есть те, которые были когда-то предпринимателями, а сейчас стали волонтёрами. Бросили свою предпринимательскую деятельность? Практически, да. Вот есть такой у нас один победитель, который поменялся местами. Мы вчера как раз сидели, смотрели и вот так вот переориентировался. Давайте тогда предметно пойдём по нашим статьям. Начнём, наверное, всё-таки с нашей гости. Ольги Нелюбиной, волонтёр общественной организации по защите животных «Дарь и добро». На вашем примере, Оля, сейчас рассмотрим, кто такие люди, которые участвуют в этой премии, чем они занимаются, какой вклад в экологическую жизнь нашего региона вносят. Итак, ваша организация. Я не могу сказать, что я социальный предприниматель. Всё-таки у меня коммерческая деятельность, семейный бизнес, производство шуб из искусственного меха. Но это не просто бизнес, это всё-таки и социальная миссия, такая экологическая миссия, потому что мы именно выступаем за то, чтобы люди отказались от натурального меха, потому что натуральный мех — это жестоко, это не экологично, ну и это уже, в общем-то, не актуально. И, конечно, начав свой бизнес, очень важным была та мотивация, что мы можем финансово помогать бездомным животным в своём городе. Потому что у меня давно была такая мечта, сначала мы помогали именно своими силами, возили, приютили где-то. Сейчас это тоже всё есть, но плюсом к этому есть возможность помогать финансово. Это просто здорово, потому что деньги всегда нужны. Финансово вы помогаете из средств бизнеса своего, то есть вот те деньги, которые вы зарабатываете, в том числе в бизнесе, или это всё-таки фандрайзинг, вот сбор средств, или то и другое? Сейчас мы сбором средств не занимаемся, потому что в своё время занимались именно в рамках организации «Дари доброта», как были кураторами ветклиник, собирали на лечение. Сейчас эти функции уже выполняют другие волонтёры, да. Мы помогаем именно своими финансовыми средствами от своего бизнеса. То есть покупая искусственную шубку, ты понимаешь, что какой-то процент идёт на устройство живых животных, на устройство. Да, то есть мы это нигде особо не фишируем, то есть мы не пишем так, что купил наш шубу и тысячу рублей, условно говоря. И пять рублей мы переведём, да? Да, то есть мы первый год, сразу говорю, мы это делали, но мне это показалось как-то немножко, не знаю, правильно это или неправильно, но какой-то немножко такой рекламой на благотворительность именно. Хотя для кого-то это может быть таким стимулом действительно, но потом мы просто помогаем. То есть организация работает? Так, организация занимается пристройством и, скажем так, ну я не знаю, передержка, вот это слово мне не очень нравится, на самом деле, да, временным устройством животных, приютом животных. Дарить добро — это уже не только организация, это огромное течение на самом деле. Это уже, можно сказать, образ жизни многих людей, образ мышления, потому что это спасение реальное, спасение животных, бездомных в нашем городе. Это и лечение, содержание, пусть передержка, да, то есть очень много людей в этом задействованы, и кто-то не считает себя волонтёром, но он, тем не менее, помогает где-то привезти, где-то там денежку пожертвовать какую-то, да. То есть на самом деле огромное количество людей помогает, но вот, к сожалению, законодательство у нас, и всё-таки, скажем так, менталитет у нас такой у людей, что животных всё-таки ещё много, бездомных, и помощь нужна постоянно, деятельность эта нужна постоянно. Кошки, собаки, только вот эти вот, да? Да. Я так понимаю, что это Ваша как раз организация сотрудничает с одним из наших телеканалов, да, Первый городской, по-моему, вот у них довольно активно идут такие сюжеты по пристройству безнадзорных животных, всеми и прочее. Насколько меняется ситуация в динамике, вот начиная с того времени, когда Вы начинали этим заниматься, только стартовали, да, и сейчас? То есть людей, желающих забрать себе животное с улицы, оставшиеся без хозяина, их становится больше? Когда мы только начинали дарить добро, это было шесть лет назад, с ребятами, нам казалось, что вот мы увидели собачку, мы ей помогли, там, да, пристроили щенков, и как мы хорошо сделали нашему городу, что совсем-совсем скоро мы вот так вот всех пристроим, и бездомных животных... Всех раздадим, и никого не останется, нуждающегося. Да, не останется. На самом деле, чем дальше мы в это углублялись, тем больше понимали, что гораздо больше аспектов этого, что нужно не только пристраивать, не только лечить, но нужно именно менять немножко вот мышление людей, что по поводу того, что взять животное с улицы, это не страшно на самом деле. Это на самом деле не сложно. То есть многие боятся там, как я в свою чистую квартиру приведу, да, там, бездомную собачку. На самом деле мы очень много именно вот информационно в этом участвуем, рассказываем, как это сделать, если вы хотите помочь бездомной собаке. Многие просто не знают, как... Это в частном порядке происходит, или у вас есть какие-то организованные прям вот курсы, не знаю, для людей? Есть, проводят ребята прямо в школах, например, в каких-то организациях, да, в основном детских, именно такие уроки добра, то есть уже с детства прививают. Вот, по поводу того, что многие стали, ну, многие действительно берут сейчас дворняжек, и мы даже вот идём по городу, может быть, вот вы тоже, если начнёте замечать, то очень многие стали ходить вот именно с дворняжками, раньше такого не было. И мы уже идём, и сразу-таки, о, дари добро, что собаку взяли, скорее всего, либо с передержки, либо из группы дари добро, либо вот с места временного содержания, это на переулке больничном и в Сашенях. Берут, но есть, конечно, очень много проблем, потому что взять-возьмут, но где-то какая-то сложность, отказываются, ну, то есть это процесс очень, не знаю, длительный, всё-таки законодательно, никак хозяев пока не стимулируют вот именно беречь своих питомцев. Хозяев от тех, кто выбрасывает, да, животных на улицу в итоге по разным причинам. Вот про них мы сейчас. Перегрёмся на полминуты, у нас перерыв, и продолжим с нашими гостями обсуждать и участников экологической премии, о которой сегодня идёт речь, премия отлично, и, собственно говоря, объявим шот-лист, кто в него попал, и о перспективах развития экологического движения в городе тоже поговорим. Продолжаем разговор с нашими гостями Ольгой Шаклииной, организатором премии «Отличные», Ольгой Нелюбиной, волонтёром общественной организации по защите животных «Дари добро». Мы на примере Оли Нелюбиной хотели показать, вот кто эти люди, которые, собственно говоря, в эко-движении в Кирове участвуют, и в том числе участвуют и в премии «Отлично». Вот каждый раз, когда говорят о какой-нибудь премии, всегда есть опасение, что что-то делается для галочки. Ну вот просто люди собрались, грантик какой-нибудь освоить, извините меня, муниципальные деньги, пожертвования благотворителей и прочее. Наша задача сегодня показать, что это не просто какой-то официоз или какое-то мероприятие, встретились и посидели, друг друга наградили, а это действительно встреча людей заинтересованных, людей, которые работают, потому что волонтёрство вот в этом аспекте нельзя назвать просто порывом души. Это такая серьёзная, уже кропотливая и тяжёлая и системная работа. Давайте мы всё-таки пройдёмся ещё по категориям этой премии, которые, их три этих категорий. Вы, Оля, в какой категории «Дари добро» со своим проектом «Дари добро»? Я сейчас объясню немножечко. Ольга Шаклейна вступает в разговор. Да, у нас эта премия юбилейная и здесь очень много сюрпризов. Она у нас проходит в два этапа. Есть заочные этапы, вот когда мы там расписывали по положению и там очень много заявок из других регионов России. А мне хотелось именно наградить тех людей, я сама входила в жюри и, в принципе, со всеми поговорила, никто из членов жюри, которые в этом году не были против наградить тех людей, которые сами никогда не заявятся. И вот эта премия, она отличается как раз вот этим, той благодарностью, с которой мы хотим выразить, сказать спасибо тем людям, которые что-то сделали. Здесь люди в основном те, которые не первый год в экологической деятельности, те, за которыми пошли, те, которые что-то привели, какую-то инновацию в экологическую деятельность и после этого появились последователи. То есть вот здесь этим отличается. Итого у нас получилось 4 номинации, по которым мы объединили. И вот только она как раз, так как у нас, как гражданин, это всегда была топовая номинация, мы убрали номинацию зоозащита, потому что зоозащитники, они очень скромные. Это правда, это не только в Кирове. Но их не так много пока. Их на самом деле много, да. Просто они такие скромные, они считают, что как бы, ну они там помогают, кошечки, собачки, ну я так утрирую. И как бы и всё. И вот я ничего такого особого не сделал. А на самом деле ты спас жизнь. Пусть там кошечка маленькая, собачка, птичка, но ты спас жизнь, и это уже многого стоит. Поэтому мы объединили вот эту вот номинацию с эко-гражданином, потому что она такая почётная, эта премия, эта номинация. И вот Ольга как раз в этой номинации. Мы хотели оставить зоозащиту, но просто подумали, что лучше объединить. Это будет более значимо. Более представительно, да? Да, более представительно. Далее у нас осталась эко-открытость. То есть это здесь в основном люди, которые начали снимать видеовлоги экологические, ездить на свалки Кировской области, либо просто рассказывать о том, что происходит в экосфере в Кировской области. Сейчас я говорю конкретно про Кировскую область, потому что это вот очный этап, где большинство людей из Кирова и области. Эковоспитание и культура тоже очень важная номинация. Здесь у нас в основном педагоги представлены, либо сотрудники дополнительных образовательных учреждений. И последняя номинация, она самая малочисленная, это экотуризм. Мы решили его всё-таки не делить и не вставлять вместе с эго-гражданином, а выделить немножечко как бы в другую номинацию. Если это раньше у нас было вместе, то в ЗОЖ, то сейчас мы сделали именно экотуризм, потому что есть люди, которые делают это на протяжении 10-15 лет, есть люди, которые только начали зарождать именно экологический туризм. Это новая номинация, с этого года она появляется только, да? Она была у нас в ЗОЖ. ЗОЖитель номинация называлась. А тут мы её решили просто переименовать. Я думаю, это было бы логичнее. В этой номинации участвуют и граждане, и предприятия, я так понимаю, да? То есть фирмы какие-то туристические, возможно, которые организуют экологические туры. Вот здесь, как у нас было задумано, всё-таки мы вручаем конкретному лицу. То есть если это какая-то организация, то ей пришлось выбрать конкретного человека, сотрудника, чтобы мы ему выдали премию. Но так как эта премия особенная, пятая, поэтому здесь особо выбирать не пришлось. И были, так скажем, даны, дан список жюри, рекомендации, кого можно наградить и кого следует наградить. И из этого большого списка они уже выбирали. Так, в каждой номинации победитель только один или несколько? У нас все победители, но статуэтку получает только один. То есть четыре статуэтки всего? Пять статуэток у нас. Пять статуэток. Да, в одной номинации у нас две. А это в какой? Это у нас как раз даже в одной номинации у нас три, а в одной нет статуэтки. Это в эко-гражданине. Как это несправедливо. Это мы просто решили, что сопоставили... Количество участников? Нет, не количество участников. Мы сопоставили деятельность и заслуги, которые человек сделал. Поэтому мы вот... В эко-открытости это новая номинация. И здесь по сравнению, например, только начало это зарождаться. И я как гражданин, люди, которые это делают... На протяжении многих лет. Да, более пяти лет есть такие. Поэтому мы решили, пусть мы немножечко обделим эту номинацию, пусть она немножечко вырастет еще в следующие годы. А здесь мы именно почтим тех людей, которые достойны этого. В общем, те, кто не получит статуэтку, получат диплом, я так понимаю. Да, дипломы получат все, дипломы не отличаются. Так, еще какие-то плюшки победителям. Еще какие-то плюшки. Да. Плюшки у нас в этом году. Очень интересный состав партнеров. Прими. Но так как у нас... Можно назвать, да? Конечно, конечно. Конечно, пожалуйста, мы приветствуем все компании, которые поддерживают. У нас, как всегда, самый такой главный спонсор – это компания «Уралхим». Далее у нас компания «Бумага». Это вот те две компании, которые изначально поддерживали премию «Отлично» с самых первых лет. Далее у нас компания «Коммунальщик». Она присоединилась где-то во втором, по-моему, или в третьем году. Вот сейчас не помню. И в этом году у нас еще есть такая компания «САХ». Они изъявили желание. Мы посмотрели, в принципе... Кому, как не «САХу» участвовать в экологическом движении. Да, кому, как не «САХу». Но здесь был такой подвешенный вопрос. Но все-таки изучив все материалы, и еще тут очень важное было мнение нашего эксперта Анатолия Васильевича Русских, который мы, когда вот это все с осенцами пошло дело, я его просто честно спросила, а что там будет. Он мне честно сказал, что не переживай, там все как бы нормально, если это будет действительно сделано вот по той документации. А потом у нас были очень долгие переговоры, и в итоге мы все-таки решили, что они могут участвовать в нашей премии. То есть мы не как бы... В качестве партнеров. Да, у нас были, конечно, такие партнеры, которые я сейчас не буду называть их, которые предложили нам подарки, но я посмотрела на эти подарки, я решила, я лучше откажусь, потому что мне стыдно дарить такие подарки людям, которые сделали добро. Что такое? Почему? Ну, просто я посмотрела на качество этих подарков. Так, хорошо. Я подумала, что это будет, наверное, недостойно тех людей, которым я буду дарить. Это лучше не дарить это, чем подарить, а потом... Это ваши партнеры предоставили? Нет, они не стали партнерами в итоге. А что предлагали? Я не буду сейчас говорить. Ну, интересно, Даренову хотя бы не смотрят. Ольга, ну хотя бы формат. То есть это какие-то канцелярские принадлежности. Нет, это не канцелярские принадлежности, это одежда. Одежда. То есть я так понимаю, что вы поняли, что интереса большого нет к этой теме, а это так вот, да? Ну, это просто, да, она тебе больше, что мне не гоже. Поэтому, скорее всего, не подарки, да, наверное, вызывают такое ощущение. А вы поняли, что этим людям неинтересно участвовать в этой премии, неинтересно это движение. А посторонних тут здесь быть не должно, да? Иначе какой смысл? Понятно. Так, ну мы все-таки тема-то не добили. А те, кто стали все-таки в итоге спонсорами и партнерами фестивалей, премий, да, 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 да. Так, и что же они подарят? У нас, во-первых, у нас... Сейчас мы все, все тайны сейчас раскроем. Сюрпризов не останется. Самый главный сюрприз, я не расскажу, какой это будет подарок для тех, кто получит статуэтку. Статуэток у нас пять. У нас, как всегда, очень интересный дизайн. Дизайн — это ручная работа, можно сказать. Многие нас обвиняли в том, что мы тут дерево дарили. В этом году мы тоже дерево дарили, но мы пошли по другому пути. Вот у нас спиливают осенью деревья, но очень любят подрезать такие пеньки растущие, получается. Но мы просто так потихонечку сушили вот эти большие... Даже не знаю, как их спилы, дрова, как их там правильно назвать. Вот мы их высушили, потом нам вручную их распилили, нанесли наши логотипы. Вот такие красивые статуэтки у нас получились деревянные. То есть они, можно сказать, из твор сырья, которые, в принципе, город выкинул. Очень экологично. Это единственная помощь города, кстати говоря. Спиливайте больше деревьев, городская администрация. Ой-ой-ой, Оля. Но я же шучу. И так огромное количество спиливается. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим. Завершим, может быть, даже обсуждение самой непосредственной премии. Просто расскажем, где она произойдет, кто туда приглашен. Мне бы хотелось, чтобы мы еще привели все-таки несколько примеров участников и их проектов. Потому что это очень важно. И, как мы говорим, хороший пример должен быть заразительным. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях создатели и участники премии. Экологическая премия «Отлично». Пятый год эта премия уже существует. И пятая юбилейная церемония вручения наград. Мы обещали, мы это сделаем. Мы произнесем сейчас, озвучим шот-лист проектов, которые борются за победу в этой премии. Поехали. Начинаем с эко-открытости. Здесь у нас... Это номинация. Это номинация. Пышка Даниил, Пивоваров Никита, Шиляева Полина, Кубенская Елизавета, Ирина Сырцева. Пышко, наверное. Пышко. Ну вот Пышка или Пышко. Пышко. Судя по Наташу, Пышко. Пышко, наверное. В галерее прогресса. Даниил тоже Пышко. Он начал делать, был инициатором снимать видеоблоги на местах. То есть если Кубенская, Шиляева, Лиза и Полина снимали блоги в студии и смотрели все экологические новости, которые были, то Даниил, он просто выезжает на места и снимает вот там. То есть это пока зарождение, поэтому эта номинация такая вот... А что Даниил конкретно снимает в своих блогах? Он снимает конкретно свалки. Вот у них свалки сейчас, они уехали с Григорием на рейд... Григорием. По Скрёбышевым. Уехали на рейд в Нижневкино, то есть там по рекам. И вот после этого они тоже снимают видеоблог, который со временем выйдет в YouTube. То есть это всё можно будет посмотреть. Эко-открытость. Дальше. А Даниилу сколько лет? Где-то, наверное, лет 20 с лишним. А Гриша, наверное, у него такой куратор, да? Да. Такой патронат. Ну, он сейчас набрал туда, а вот на этот рейд молодых, я так думаю, что там будет ещё одна команда. Ну, меня это не может не радовать, потому что, примерно, может быть, года два назад, я помню, Гриша приходила, напомню, что у Гриши было очень много проектов, которые касались чистоты наших рек, воды, да. И было такое упадническое настроение, что и смены не приходят, и у народа глаза там гаснут, и не приходят люди, заинтересованные в экологических проектах. И просто не может не радовать, что сейчас снова начался этот процесс, когда молодые блогеры вступают в это дело. Они сами приходят. Большая надежда есть. Это не может не вдохновлять. И они сами приходят, они сами находят, они сподвигают давай-давай. Прекрасно. Поэтому многие рейды сейчас делаются не по инициативе уже Григория Поскрёбышева, а уже по инициативе молодого поколения. Ну, потому что невозможно кого-то взять и затащить там за волосы в экологическое движение, сказать, ну, ты знаешь, вода должна быть чистой, поэтому снимай тут блок. Да, всё должно быть наоборот. Да. Дальше у нас эко-воспитание, эко-культура. Здесь у нас Шабелина Лариса Витальевна. Это Верхнекамский, Кирск, Верхнекамский, да? Всё время путаю их. Соловьёва Мария Фёдоровна, Анастасия Алыбова, это из Подосиновска, Екатерина Батухтина, движение «Вятка против мусора». Дальше Анастасия Канева, Шишкина Мария, Куклина Екатерина, Метелёва Дарья. Но это нам ничего не говорит, честно говоря. Давай пример с проектами в этой номинации. Вот я, наверное, здесь отмечу Соловьёву Марию Фёдоровну. Это зелёный флаг, это организатор конкурса Вернацкого, который уже проходит 10 лет, и это только такая вот маленькая частичка того, что она делает. Мы когда начинали свои экологические движения, мы в основном, она у нас была таким экспертом, наставником, которая помогала. То есть здесь просто обойти этого человека мы не могли. И когда вот мы у неё просили в прошлое, когда Мария Фёдоровна, напишите на себя заявку. Я не буду, она описала своих учителей, своих сотрудников. Но на себя вот она как-то... Учителей, сотрудников, это директор школы, что ли? Нет, это не директор школы, она преподаватель вуза. Нашего вуза какого? Сейчас определенный, по-моему, да, это опорный вуз. А сотрудников, которые ей помогают организовывать вот этот же конкурс Вернацкого. Да что конкурс Вернацкого, он чему посвящён? Что в нём экологичного? Вернацкий, это же... Великий учёный, да. Да, Великий учёный, и там очень много экологических номинаций. Естественно, научный, по-моему, у них как-то так называется. И очень много работ, которые идут на тему экологии. В нём участвуют научные работы, которые как раз, да, развивают экологические направления. Также она сотрудничает с садиком Монтасори в Кирове, который тоже позиционирует себя как экологический. Организует акцию «Зелёный флаг». Это самой экологичной школе даётся флаг с садиком. В общем, экологическое образование. Да. От пелёнок, что называется, да, да, да уже... Людей вполне зрелых, которые свои премии тут вот сегодня представляют. Да. Следующая номинация «Экогражданин». Здесь у нас Григорий Поскрёбышев, это основатель, хранитель «Вятки». И, наверное, зародитель экологического движения в Кировской области. Я бы так назвала. Перминов Константин. Это тот человек, про который я сегодня говорила. Вначале он жертвовал свои деньги, а сейчас он сам стал общественным инспектором. И бдит экологию нашу. Это общественным инспектором в рамках той группы инспекторов, которую набрали в прошлом году по федеральному проекту. Да, он был первым... Там человек 60 с лишним. Да, он был первым выпускником. А там ещё есть несколько выпусков, да? Там ещё не все закончили. А Штин Александр — это тот человек, который доделал этот проект, который мы с Григорием пытались внедрить как раз в корпус общественных инспекторов. Нас не слышали, его услышали. Тем не менее, услышали. Это тот же самый корпус общественных инспекторов, о котором мы говорили? При Министерстве экологии? Да, да, да. Просто мы давно ходили, ещё, по-моему, с 9-го или какого-то года, мы хотели создать вот этот вот, выдать корочки, разрабатывали. Но пока федеральное правительство не заявило, этот корпус не создался. Вот как интересно, здесь всё наоборот. Не снизу инициатива, а сверху получилось. Скурихина Анастасия — это сейчас руководитель движения ЭКО, и у неё, по-моему, фонд «Земля вятки» или что-то такое сейчас «Земля жизни». Настя радеет за раздельный сбор мусора. И очень плотно занимается и экообразованием в этом смысле, и свалками, и вообще этой темой. Настя очень продвинулась за последний год. Она здесь не раз бывала в этой студии, и нам она хорошо известна. «Нелюбина Ольга» как раз вот здесь присутствует. И номинация «Экторизм». Здесь у нас Герасимов Сергей, который на протяжении, наверное, 20 лет, может быть, преувеличу, но вот не менее 15 точно он ходит в походы, и причём у него эти походы превратились уже в экологические, где они собирают этот же мусор, приходят его, они его тащат обратно. Бывает и такое. Я спрашивала, они этот мусор тащат в город, чтобы его выкинуть. Было такое, рассказывали. И Юферов Сергей, который разработал, это фотограф кировский, который разработал маршруты. И сейчас… Велосипедные? Нет, не велосипедные. Он ходит по районам области на памятники, экологические памятники. Пешие маршруты. Что за экологические памятники? Ну, например, есть старое дерево, которому 100 лет. Вот ему нужно дойти, показать, что это дерево есть, снять влог, показать, как они туда шли, какое вот это дерево большое, красивое. То есть вот у него какая-то миссия в этом отношении. Ну, у Сережи Юферева вообще не только в этом отношении миссия. Сергей и в наших благотворительных проектах очень активное участие принимал, начиная с проекта, насколько я помню, если мне память не ошибает, мама, папа, я здесь, и потом «Право на творчество», все детские дома он ездил. И я сейчас вижу, что… Обучали детей, да? Да, что он из фотографии. Я вижу, и велосипедном движении активно освещал. И сейчас я вижу, что он сотрудничает с огромным количеством независимых СМИ, и 7 на 7 пользуется фотографиями. Это просто самый лучший… Вчерашний материал про дорогу на русское тоже он делал вместе с ребятами 7 на 7, и свой «Кировский и мы», и его есть, конечно, за что благодарить. Да. Я голосую за Сергея. Так. Это, наверное, использование служебного положения. Нет, меня просили поучаствовать в комиссии, а я в связи с занятостью не смогла, я сейчас свою лепту вношу. Уже поздно. Не факт. Может быть, особое мнение будет учтено. Так. А вот, в принципе, все победители, которых мы назвали, но опять главных мы назовем завтра. Ну, это, конечно, интригу надо сохранить. Да. Вот из того, что Ольд рассказала, я понимаю, что, конечно, с участниками вашей эко-премии нужно людей знакомить заново. То есть кто-то уже побывал в этой студии, кто-то там регулярно бывает у нас, а кто-то и вовсе нет. Потому что, честно говоря, вот когда вы говорите о корпусе общественных инспекторов, который был создан по распоряжению, опять же, сверху пришедшему, у меня большой скепсис этот корпус вызывал. Я посмотрела в прошлом году, кому вручали корочки, как это происходило в театре, кукол. Ну, для меня это было ощущение, что распоряжение есть для галочки, значит, выдали. Сейчас я понимаю, что в состав инспектора входят люди, которые конкретно занимаются экологической деятельностью. И в таком случае этим людям, безусловно, нужно распространять информацию, делиться планами, потому что я не очень понимаю, какие у них планы на этот год. Вы их приглашаете. Света, завтра будут хорошие возможности. Вы их приглашаете, Оля. Вы их приглашаете. Мы напрямую с вами с Гришей работаем, поэтому вы их вот сюда приводите, приглашаете. Мы-то, конечно, зовем таких людей, безусловно, но никто не отменял заявительного порядка. Тоже, пожалуйста. Это очень важно, потому что вот есть задачи, есть 60 с лишним человек, есть какие-то, возможно, проекты или нет их никаких, но все равно нужно об этом рассказывать. Проекты есть. Вот тут недавно открывали год добровольца в Киевской области. Как раз меня пригласили в Министерство охраны окружающей среды в Дворец молодежи, или как он сейчас, по-моему, Кеда называется. И как раз вот начали с нудной лекции, закончили веселым позитивом, но, тем не менее, вот эта работа, она ведется, она видна. То есть у них там отчеты, и они в школы выходят. Конечно, это не та работа, которую мы делали в свое время, когда они показывают 25 школ. Это, конечно, как бы по сравнению с нами. Я сравниваю с собой просто. 25 школ за полгода для меня... Для чего 25 школ за полгода? Школы они провели экологических мероприятий в школах. Ну, то есть как бы 25 мероприятий, в том числе и области, и там Илутский район у них был, туда выезжают волонтеры. И по сравнению с тем, что мы за три месяца провели 158 ток-шоу, ну, то есть вот этих же экологических, посвидетельских мероприятий, вот разница ощутима. Но, может, они еще раскачиваются, может быть, они еще включатся и будут более активными. Ну, может быть, но мы тогда тоже не имели опыта и проводили. И вот эти 104 питомника создали буквально там за месяц, Москва сказала. Как всегда бывает сверху. Ну, было региональное отделение, поэтому работали от Москвы, когда она тебе прислала вот эти огромные просто коробки, которые мы нашли гараж. Этот гараж был весь в этих саженцах. Мы их еще спасали, потому что они были, ну, такие как бы... Дохленькие. Даже не то, что дохленькие, они были сухие. И вот мы их спасали, и то, что они выжили, это просто чудо. И вот здесь 25 мероприятий. Возможно, их надо учить. Их не все... Вот у них тоже есть трудности, мы разговаривали. Их не во все школы пускают. То есть это сейчас... Распорядок школы тоже нужно учитывать. Но нужно идти дальше. У них здесь, они при министерстве, можно дойти в соседнее здание, в министерство образования, договориться. Ну, вот надо учить. Это все-таки там сейчас молодые люди, которые возглавили главных общественных инспекторов. То есть у них там какая-то еще есть... Иерархия. Иерархия, да. Поэтому все равно нужно это учиться. Это все приходит с опытом. И это еще приходит с тем, что действительно мне это надо. И мне это надо не для галочки, а мне это нужно сделать, чтобы было лучше. И чтобы мне было от этого тоже хорошо. Потому что любой проект, вот Ольга не даст соврать, мы делаем это в первую очередь для себя. Для того, чтобы как-то... Ну, некоторые, так Кришна говорят, почистить карму. Это я, конечно, утрирую, но тем не менее... Сделать что-то хорошее. Сделать что-то хорошее. И для некоторых сделать что-то хорошее, это сходить посмотреть фильм. А для некоторых сделать хорошее, это спасти жизнь. То есть вот здесь просто разное понятие, что такое хорошо, что такое плохо. И вот, значит, это огромное количество людей, про которых мы сейчас говорили, соберется завтра. Завтра в 4 часа. В 4 часа в областной библиотеке имени Герцена, в литературной гостиной, где их ждет сюрпризы и подарки. Ольга, тогда вот какой вопрос. Это мероприятие, которое будет завтра в литературной гостиной, оно будет закрытое или открытое? Вообще-то это премия закрытая, но ко мне просятся люди, сейчас вот очень модно называть экофотографы, которые хотят пройти. Я думаю, что если они хотят прийти, в качестве гостей пусть приходят. То есть я двери не закрываю. Могут ведь и быть люди, которые хотят просто прийти и познакомиться с экоактивистами, может быть, с кем-то из них задружиться и включиться тоже в это движение. Это тоже все возможно, поэтому двери открыты. Прекрасно. Прекрасно. Еще раз завтра в 4 часа. В библиотеке имени Герцена. Литературной гостиной. Благодарим наших гостей. Ольга Шаклеина, организатор премии. Отлично. Ольга Нелюбина, волонтер общественной организации по защите животных. Дари добро. Завтра будет вручена экологическая премия. Отлично. Еще раз Герценке в литературной гостиной в 4 часа дня. И, конечно, хорошо, что вы открыли свои двери, потому что, Аня совершенно верно заметила, нужно больше... Самое главное здесь контакты, общение, то, что опытом можно поделиться и включить еще большее количество людей в экологическое движение в нашем регионе. Дневной разворот завершен. Да, мы с вами прощаемся. Владимир Сметанин через 20 минут с особым мнением. У него новый уполномоченный по защите прав предпринимателей Владислав Попов. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова